Концепция агностицизма была введена в 1869 году знаменитым британским естествоиспытателем Томасом Генри Хаксли в контексте интенсивных дебатов между наукой и религией. Термин происходит от греческого языка, сочетая элементы, а что означает отсутствие, или отрицание, и гнозис, что означает знание. Эта этимология точно отражает сущность агностицизма, философскую позицию, признающую ограниченность человеческого познания относительно определенных истин, особенно тех, которые имеют метафизический и божественный характер. Хаксли ввел этот термин как противоположность гностицизму, течению, которая утверждала, что обладает особым знанием о божественности и устройстве Вселенной. Для Хаксли это утверждение уверенности было необоснованным, так как он считал, что некоторые вопросы выходят за пределы человеческого понимания и проверки. Таким образом, агностицизм возник как критика как религиозного догматизма, так и крайнего скептицизма, стремясь найти середину, основанную на методической сомнении и интеллектуальной честности. Этот подход открыл новую перспективу в рассмотрении метафизических тем, бросая вызов абсолютном уверенности и способствуя более тщательному диалогу между верой, наукой и философией. Появление термина «агностицизм» неразрывно связано с социокультурным и интеллектуальным контекстом XIX века, который был отмечен интенсивными дебатами между наукой и религией. Этот период был особенно сильно повлиян последствиями теории эволюции, предложенной Чарльзом Дарвином в произведении «Звездочка. Происхождение видов звездочка» 1859. Дарвиновская теория оспаривала традиционные представления о сотворении мира и центральном положении человека во Вселенной, вызывая прямой конфликт с преобладавшими религиозными доктринами, которые утверждали буквальные интерпретации священных писаний и идею о божественном творце. Томас Генри Хаксли, один из главных защитников теории эволюции, сыграл центральную роль в этом идеологическом противостоянии. Глубоко приверженный продвижению научного метода и рациональности, Хаксли осознал необходимость философского подхода, который признавал бы ограничение человеческого познания в отношении метафизических вопросов. В этом контексте он ввел термин «агностицизм» как реакцию на «агностицизм» — течение мысли, которое утверждало наличие особого или откровенного знания о божественности и тайнах Вселенной. Для Хаксли гностические утверждения были необоснованными, так как они утверждали абсолютные истины в областях, которые, по его мнению, выходили за пределы человеческой способности к исследованию и пониманию. Он считал такую претензию на знания препятствием для прогресса критического и научного мышления. Вводя агностицизм, Хаксли стремился подчеркнуть важность методического сомнения и интеллектуальной честности, отвергая как религиозные догмы, так и поспешные выводы о трансцендентном. Эта философская позиция была ответом на контекст поляризации между зарождающейся наукой и традиционной теологией. Ставя под сомнение действительность абсолютных уверений в метафизических вопросах, Хаксли не только бросал вызов основам религиозного мышления своего времени, но и устанавливал более критическую и рефлексивную парадигму для осмысления ограничений человеческого познания. Этот исторический контекст сыграл ключевую роль в консолидации агностицизма как самостоятельного и значимого направления мысли, способного вести диалог с интеллектуальными вызовами своего времени. Официальное введение термина «агностицизм» Томасом Генри Хаксли произошло в интеллектуальной среде, обладавшей особыми привилегиями, на встрече метафизического общества Шотландии, группы, посвященные обсуждению глубоких философских вопросов, особенно тех, которые касаются природы существования, божественности и человеческого разума. В этот момент Хаксли изложил инновационную и провокационную позицию, заявив, что многие фундаментальные вопросы о существовании и природе Бога по своей сути неразрешимы. Хаксли утверждал, что, хотя некоторые мыслители и философские течения, в частности, гностики, утверждали, что обладают достоверным знанием, гнозисом, о таких вопросах, он был твердо уверен, что это знание на самом деле недостижимо. По его мнению, пределы человеческого разума и эмпирического опыта делают невозможным утверждение с абсолютной уверенностью какой-либо истины о трансцендентном или метафизическом. Это заявление не только бросало вызов основам ортодоксальных религиозных убеждений того времени, но и ставило под сомнение действительность претензии на полное понимание Вселенной. Эта философская позиция была революционной в контексте XIX века, отмеченного интенсивными дебатами между зарождающейся наукой и традиционной теологией. Представив концепцию агностицизма, Хаксли заложил основы нового парадигма в метафизических обсуждениях, отвергающего как религиозный догматизм, так и крайний скепцизм. Его позиции оценили интеллектуальную честность и признание ограничений человеческого познания, подчеркивая важность методического сомнения и критического осмысления. Кроме того, влияние этой позиции было значительным. Введя агностицизм в таком престижном интеллектуальном форуме, как метафизическое общество, Хаксли легитимизировал концепцию как философский подход, заслуживающий уважения и внимания. Эта дерзкая позиция побудила других мыслителей пересмотреть подход к метафизическим вопросам, способствуя более сбалансированному и тщательному диалогу между наукой, религией и философией. Встреча таким образом стала важным моментом в истории западной мысли, укрепив агностицизм как влиятельное и долговечное направление. Введение термина «агностицизм» Томасом Генри Хаксли привнесло ряд значительных философских последствий, переопределив способ, которым метафизические и эпистемологические вопросы рассматривались в 19 веке и позднее. Эта концепция не только бросила вызов предпосылкам традиционного религиозного мышления, но и открыла более рефлексивную и критическую перспективу относительно ограничений человеческого познания. Ограниченность познания Одним из основных последствий агностицизма является акцент на ограниченности человеческого познания. Хаксли утверждал, что существуют истины, особенно те, которые касаются метафизических вопросов и существования Бога, которые выходят за пределы разума и эмпирического опыта. Эта философская позиция отвергает как догматическую уверенность религий, так и чрезмерную веру некоторых научных направлений в безграничные возможности человека понять реальность. Таким образом, агностицизм признает существование эпистемологических барьеров, продвигая интеллектуальную смиренность как важнейшую добродетель в поисках понимания. Методологический скепцизм Еще одним важным философским вкладом агностицизма является продвижение методологического скептицизма. Хаксли считал, что систематическое сомнение и критическое исследование являются необходимыми инструментами для построения знаний. Вместо того, чтобы принимать абсолютные утверждения о божественном или трансцендентном, он пропагандировал подход, основанный на строгом анализе и отсутствии неподтвержденных предпосылок. Эта перспектива не отвергает возможность метафизических истин, но требует, чтобы каждое утверждение было подкреплено существенными доказательствами, прежде чем оно будет принято. Различие между агностицизмом и атеизмом Агностицизм также выделяется тем, что предлагает альтернативу часто упрощенному дуализму между атеизмом и атеизмом. В отличие от атеизма, который обычно категорически отвергает существование Бога, агностицизм занимает позицию при остановке суждения. Для агностиков отсутствие конкретных доказательств препятствует как утверждению, так и отрицанию существования божественного. Такой подход ставит агностицизм в промежуточное положение, ценя рациональную неопределенность и отвергая окончательные ответы в области, где эти ответы не могут быть доказаны. Философское влияние. Эти философские следствия оказали долговременное влияние на то, как метафизические вопросы анализируются и обсуждаются. Подчеркивая ограничения человеческого познания и ценя методологический скепцизм, агностицизм способствовал развитию более критического и сбалансированного подхода в философии и науке. Кроме того, выделив четкое различие между агностицизмом и атеизмом, Хаксли открыл пространство для большего разнообразия перспектив в спектре верований и неверий, усиливая диалог между различными областями знаний. С момента своей формулировки Томасом Генри Хаксли агностицизм претерпел значительную эволюцию, расширившись, чтобы включать различные интерпретации и нюансы. Это разнообразие отражает множественные способы, которыми индивиды подходили к вопросам, связанным с существованием Бога и ограничениями человеческого познания. Теистический агностицизм. Одним из наиболее примечательных направлений концепции является звездочка-теистический агностицизм-звездочка. Эта перспектива сочетает веру в возможность существования божества с убеждением, что эта вера не может быть доказана или обоснована рационально. Теистические агностики обычно признают правдоподобность трансцендентной реальности, но считают, что эта реальность находится за пределами возможностей научного и философского исследования. Таким образом, они принимают личную веру, которая не требует эмпирической или логической валидации. Атеистический агностицизм. С другой стороны, звездочка-атеистический агностицизм-звездочка представляет собой отличную позицию. Атеистические агностики не верят в любое божество, но сохраняют позицию, что невозможно с абсолютной уверенностью определить, существует ли Бог или нет. Этот подход сочетает скепцизм, характерный для атеизма, с эпистемологической осторожностью агностицизма. Для них отсутствие конкретных доказательств достаточно, чтобы оправдать неверие, хотя они признают, что этот вопрос не может быть решен окончательно. Сильный и слабый агностицизм. Еще одно важное разделение внутри агностицизма, это различие между звездочка-сильным агностицизмом-звездочка и звездочка-слабым агностицизмом-звездочка, классификация, которая отражает разные уровни убежденности в возможности познания метафизических истин. Сильный агностицизм, также называемый строгим агностицизмом, эта ветвь утверждает, что невозможно для человека узнать что-либо о существовании Бога или других метафизических вопросах. Эта невозможность рассматривается как неотъемлемая черта ограничений человеческого разума и доступных методов исследования. Слабый агностицизм, напротив, слабый агностицизм представляет собой более гибкую позицию. Он допускает возможность того, что в будущем, с развитием знаний или технологий, некоторые из этих вопросов могут быть решены. Приверженцы этой перспективы не отвергают возможность получения ответов, но утверждают, что на данный момент такие истины остаются недоступными. Влияние эволюции концепции. Эволюция агностицизма, охватывающая эти различные интерпретации, отражает его адаптивность с течением времени и его продолжающуюся актуальность в мире, где наука, философия и религия часто пересекаются. Эти вариации позволяют агностицизму выступать как широкая и инклюзивная структура, способная вести диалог с разнообразием верований и неверий. В то же время диверсификация концепции подтверждает ее первоначальную сущность, акцент на интеллектуальной честности, критическом исследовании и смирении перед ограничениями человеческого познания. Введение термина «агностицизм» Томасом Генри Хаксли стало важной вехой в истории философской мысли, воплотив в себе критическую и скептическую позицию по отношению к абсолютным уверениям, связанным с метафизическими и трансцендентальными вопросами. В историческом контексте, характеризующемся интенсивными дебатами между наукой и религией, концепция агностицизма предложила инновационный подход, подчеркивающий важность интеллектуальной честности, критического исследования и признания ограничений человеческого познания. Творчество Хаксли сыграло ключевую роль в консолидации агностицизма как самостоятельного направления мысли. Его отказ от догматизма, как религиозного, так и научного, открыл путь для более сбалансированного и строгого размышления о сложных темах, таких как существование Бога, природа Вселенной и роль человечества в космосе. Предложив, что определенные истины выходят за пределы разума или эмпирического опыта, агностицизм установил парадигму, которая ценит конструктивное сомнение и уважение к эпистемологическим ограничениям. В современном мире агностицизм сохраняет свою актуальность в мире, который становится все более сложным и взаимосвязанным. Научные и технологические достижения, наряду с культурным и религиозным разнообразием, усилили дебаты по метафизическим и этическим вопросам. В этом контексте агностицизм предлагает модель мышления, которая ценит интеллектуальную открытость и критический диалог, отвергая как догматические уверенности, так и абсолютный скепцизм. Кроме того, концепция продолжает развиваться, включая новые перспективы и интерпретации, которые отражают трансформации современного общества. Будь то обсуждение науки и духовности или дебаты о роли веры в современной жизни, агностицизм остается мощным интеллектуальным инструментом для подхода к фундаментальным вопросам с ригором и смирением. В конечном итоге происхождение и развитие термина «агностицизм» подчеркивают важность философского подхода, который ценит непрерывное исследование, критическое размышление и принятие человеческих ограничений. Эта позиция, изначально предложенная Хаксли, продолжает вдохновлять мыслителей и бросать вызов традиционным представлениям о знании и вере, подтверждая свою актуальность в диалоге между наукой, религией и философией. Не упустите шанс стать частью нашего сообщества. Если вам нравится наш контент, смотрите наши видео. Оставляйте комментарии с мнениями и предложениями, ставьте лайк, чтобы показать свою поддержку, делитесь с друзьями и не забудьте подписаться на канал. Вместе мы можем расти и приносить еще больше потрясающего контента для вас. Вперед! Каждое ваше взаимодействие имеет огромное значение.